Профсоюзы — это организация трудящихся. И самое главное для нас, это, главнее нет, это сегодня мирный труд, чтобы был у людей, и, безусловно, спокойная жизнь людей. Это самое ценное, что есть в жизни. И мы всегда решительно говорим и всегда решительно боремся с теми, кто сегодня различными способами или методами подрывает или разрушает сегодня и мирную жизнь, и стабильность, и благосостояние людей. Сегодня мы должны вместе защитить и отстоять то, что создано в стране. Потому что это единственный путь, по которому можно страну сделать богаче всем вместе и сделать комфортнее для нас, для жизни белорусов. Я проинформировал президента о работе профсоюзов и помощи в этот непростой период пандемии. Те решения, которые сегодня надо принять дополнительно, мы президенту обратились за поддержкой по этим вопросам и внесли наш пакет предложений. Также есть вопрос по практике повышения квалификации производителей. С этим же и рост заработной платы трудящейся. Мы тоже очень подробно этот вопрос с главой государства обсуждали. Мы внесли свои предложения по этому вопросу, поскольку считаем, что сегодня не только должен на постоянной основе проходить ИТР, но так называемый состав руководителей предприятий, повышение своей квалификации. Слесаря, токаря, строители должны постоянно повышать квалификации. Ну и тем более, что мы понимаем, одного высшего образования на всю жизнь не хватит. Если человек сегодня отучился, то через пять лет надо ему повышать квалификацию. Сегодня для того, чтобы мы шли в ногу и со временем, и чтобы наши люди были конкурентоспособны на рынке, и чтобы заработная плата прошла от производительности, надо сегодня повышение квалификации на постоянной основе. Также я проинформировал президента о мониторинге цен. Этот вопрос мы сегодня вместе мониторим с депутатами палаты представителей, с комитетом государственного контроля. Есть результаты хорошие, о которых я тоже доложил президенту. Продолжение следует...